На самом деле, я на вас оплевал, просто, ребят, вы знаете, я главный фанат Нью-Мэна и всё творчество я у него беру. Я вдохновляюсь всеми артистами, в том числе Нью-Мэном, для своих треков. И не можно что-то обобедумать, я оплевал всех. То есть это по-твоему хорошо? Да, разумеется. Добрый день, с вами Елизавета Осетицкая, и сегодня мы с вами будем интервиверовать главного скандалиста всея Руси и всех Нептунов Моргенштерна. Сегодня он будет с нами в гостях, чтобы обсудить свои детали, как он пришёл к успеху, почему он успех, почему его стоит называть успех. Моргенштерн, музыкант, да, человек, и пароход в том числе, да. Насколько я понимаю, у вас здесь миллионов подписчиков, да, 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 всё это. Это благодаря всю Нью-Мэну? Не, вы чё, я его главный фонат, но я просил у него помощь. Я просто, вы смотрите у него видео на Ютюбе и берёте идеи с канала, и всё ваше творчество очень похоже на треки Нью-Мэна. Это так ведь, понимать? Просто вы скрываете это в соцсетях и не хотите раскрывать карты, потому что это ударит сильно по вашей репутации. Как вам это в целом опыт такой перевоплощения, вот, брать треки Нью-Мэна? Ну, знаете, это не впервые. Я всех на Нью-Мэна всегда беру клипы, ну, всякие треки, идеи, в том числе Дерти Бастер, там Нью-Мэн, вот Лайн Брамбокс. И в образе «Я хочу быть дядьки» Нью-Мэна, потому что, как я уже сказал, я его главный фанат. И я следил ещё с его альбома «Долгий путь», ну, до того, как я был ноунэмом ещё тем. И я люблю перевоплощаться. На самом деле, знаете, копирай от всех ноунэмов — это на самом деле хороший инструмент для продвижения своей цели. Я люблю всех копировать. Это я, Маргенштар. Ох, как вы признались на самом деле в этом. Ну, знаете, Маргенштар, у меня похуй. Вы не боитесь, что это сработает не на вас? Вы знаете, вы отдаёте себе отчёт, что когда у вас такие образы, это не будет работать вечно? Конечно. Вы сознательно это делаете? Конечно, да. Как только почувствую, что наступит задница, тут же скажу, что, ребята, я записывал треки, вместе снимаю, но всё, меня не будут писать. А этот нынешний Маргенштар, кого вы копируете сейчас из ноунеймов, скажите? Ну, какие-то новые, может, длиться, знаете? Ну, это зависит от треков, которые выходят. Вот выходил трек Dirty Bastard, и я вот думал, ну, а можешь скопировать мотив его и использовать в своём треке. Я даже разговариваю вот так складно, как Dirty Bastard, как взрослый рэпер, а не как дурацкий рэпер в интернете. Поэтому всё, да, зависит от треков. Вы говорили, что Слава Мерлоу покинул вас. Да, покинул. Я хотел это ещё неделю назад сказать. А почему он покинул вас? Вы не рассказывали вот эту, на самом деле, ситуацию? Потому что это было засекречено, на самом деле. Слава Мерлоу до недавнего времени продюсировал альбом Eminem, и один из треков Слава украл бит, то есть украл бит Eminem, то есть получается он тот ещё вор? Он вор? Да, получается, да, вор. То есть комедия, да. Слава Мерлоу, интересно, скопировал биты куча артистов. Как вы не могли догадаться, что один из битов Eminem 2004 года, по-моему, как он называется, When I'm Gone, и ваш трек последний очень скош с этим. Как это получается? Ну, здесь Eminem, получается, переместился в машину времени из прошлого и записал трек под этот. На самом деле, трек изначально принадлежал мне. Вы можете даже поставить видео. Но Слава Мерлоу нам написал в инстаграме, что биты изначально он делал для Eminem, до знакомства с вами. Его один альбом, а трек, вот этот, When I'm Gone, я считаю, это пиздёж. Не пиздёж, сейчас включим трек. Ну, давайте, давайте. Ну, окей. Ладно, вы подтвердили. Ну, я Моргенштерн, и я могу говорить неправду, поэтому вы мне должны верить, ребят, на самом деле. Ну, и как нам тогда вас понять, Моргенштерн? А, не-ка. Ну, как, скажите? Когда? Кого? А, вот и как-то понять мне, я Моргенштерн, и я... активная загадка. Ну, не знаю. Смотрите, есть такое вот поколение зумеров, которое включает ваши треки в школе за 37. Я сейчас путаюсь. Зумеры — это долбоёбы? Да, 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 да. А бумеры — это умные, да? Да, бумеры — это, которые не слушают ваши треки. А, я честно не разбираюсь. Короче, зумеры — это долбоёбы. Тикток удалён. Зачем? Я залил трек там с ним, не набрал просмотра, и я удалить решил. Потому что это повод удалить отличный тикток. Не поняли меня? Зумеры. Это долбоёбы, да. Они на самом деле включают мои треки, слушают. Как вы относитесь к тем, кто слушает ваши треки, включает на колонках и ходит по улицам, играет каждый раз? Ещё раз, зумеры — это которые долбоёбы, да? Которые слушают мои треки. Да-да-да, да. Школа плюс-минус, да. Ваша аудитория в основном. Но... А, моя аудитория? То есть мы не берём детишек? А, да-да-да. Я отношусь... Ну, нормально. Чем больше школьников слушают мои треки, тем намного лучше. Для моих денег моя жопа будет больше, если вы будете включать мои песни каждый раз, которые будут играть на дворе. И ещё я жду того момента, когда мне Нюмен ответит в инстаграме Косама Фита, вот, и... Дёрти Бастард. Мы хотим замутить совместный альбом за всего лишь два-три часа. Самый поставить мировой рекорд. Поэтому, если хотите этот альбом, пишите в комментариях на этом канале. Вы должны почувствовать этот стиль. Я сейчас, хотя... Не хочу анонсировать ничего, что будет «Пошка нахуй» и всё такое, но... Вы поняли, о чём я говорю. Это такой возраст, на самом деле, когда ты идёшь против устоев общества, включаешь Моргенштерна и их любовь ко мне. Я её, на самом деле, ценю, потому что чем больше панков, тем мне лучше. Ваш против...